На очереди первый домашний матч для сборной Казанского федерального университета в рамках чемпионата СБ. В последних играх против Академии спорта в борьбе за очки обе команды уступили сопернику. На встрече же с Казанским государственным аграрным университетом картина получилась другой. Матч среди женщин состоялся без особых интриг. Баскетболистки из федерального сразу взяли игру под свой контроль и мало давали бросать соперницам в кольцо. Они часто менялись и не позволяли друг другу уставать. А скамейка аграрного значительно была меньше, что и повлияло на исход матча. После второй четверти аграрии резко сбавили в скорости. Игра шла под полным контролем Казанского федерального университета без проблем и значительных ошибок. Как итог 78-44. Похожую ситуацию мы наблюдали и в матче среди мужских команд. Сборная Казанского федерального университета без особых усилий постоянно держала счет с отрывом в 10 очков. Однако при этом и часто ошибались, что давало возможность баскетболистам из аграрного бросать в кольцо и пытаться навязать борьбу. Фалы федералов приводили к частым броскам со штрафной линии от соперников. Но тот отрыв, который создали для себя баскетболисты КФУ, помог довести игру до победы. 79-45 и плюс 2 очка в копилку КФУ. После матча давайте взглянем на турнирную таблицу. Среди женщин первыми продолжает идти баскетболистки Академии спорта. 10 очков. Вторые Казанский федеральный университет. 9 очков в сумме за 5 матчей. Тройку лучших замыкает сборная КНИТУ КТК. 7 очков и одна игра в запасе. В мужской части чемпионата сборная Академия спорта также на первом месте. 10 очков. На два меньшего федерального университета. Они вторые. Третий Казанский государственный энергетический университет. 7 очков. Казанский федеральный университет свои следующие матчи проведет дома 16 февраля. Соперник к НИТУ КТК. Начало встреч в 17.30 и наш телеканал по традиции покажет оба матча в прямом эфире, так что подключайся и болей за свою любимую команду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова